Доброе утро, Божья Церковь! Доброе утро, братья и сестры! Приветствую всех, кто сегодня будет вместе с нами. Смотрите духовный завтрак и, надеюсь, он для вас будет по-настоящему завтраком, а не поздним ужином. Хотя у всех бывает по-разному, мы не всегда завтракаем, пропускаем, иногда в обед догоняем, иногда ужин, иногда делаем поздний ужин, но не суть. Самое главное, чтобы мы прибыли в Божьем Слове, читали его, вкушали от святых Божьих глаголов. Наверняка вы обращали внимание, когда читали книгу Псалмов на 188 Псалом. Он очень такой объемный, очень долгое-долгое песнопение. И в этом Псалме, если вы будете еще раз читать, и сегодня мы прочитаем небольшой отрывок, вы обратите внимание, что здесь Атса встречается с некой такой определенной дилеммой. Каждый стих у него разбит на две части в основном, и он говорит сначала одно, потом другое. Он говорит сначала было вот так, но Божье Слово вот так. Вот так вот так, но его повеление вот так. Или закон его вот так, а я вот так. То есть как бы в каждом стихе он показывает, что есть некий такой водораздел. Есть такое как бы разделение, что ли, внутри человека. Хорошо, не буду вас томить. Давайте мы сейчас сначала прочитаем 109 стих. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона твоего не забываю. Мы видим здесь четко автор говорит о том, что есть то, что у него на расстоянии вытянуть руки. Он говорит, это моя душа. Другими словами он говорит, ну непрестанно, другими словами автор говорит, что то, что происходит внутри меня, это всегда рядом со мной. То есть я всегда это осознаю, чувствую, переживаю, понимаю. И не исключено, что я могу впасть вот в эти все переживания. И может быть, есть это правильное. Неправильное может быть сделать выводы. И здесь он пишет дальше, но закон твой не забываю. То есть есть то, что рядом с ним всегда, и это отвлекает внимание. Может быть, что надо что-то сделать. И вот так вот. Он говорит, что есть закон твой, который нельзя забывать. Что вот он как раз является, может быть, этим мерилом, через который я могу проверить то, что сегодня проходит в моей душе. Это очень важно. И как сказал апостол Павел Тимофею, вникая в себя и в учения. И занимаясь им постоянно. Для чего он это сказал ему? Для того, чтобы он мог по учениям, которые давала первая церковь, давали апостолы, проверить то, что происходит внутри меня. То есть здесь Павел не советовал Тимофею закапываться в свои переживания. Он говорит, ты вникни в себя, посмотри, что в тебе, и сравни все это с Писанием. Если ты живешь в непрощении. А Писание говорит, надо прощать, пожалуйста. Закон Божий не забывай. Прощай, людей. Если ты живешь горечи, написано, чтобы никакой горький корень нам не повредил и не причинил нам вред, и им не склеились ноги. То есть удаляй горький корень. То есть как бы мы вникаем в себя не для того, чтобы сказать, вот какой слабый, а для того, чтобы провести правильную диагностику и принять правильные решения на основании Божьего Слова. Хорошо, читаем дальше. Стих 113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Опять здесь автор, ну это здесь каждый стих такой, очень похожий, обратите внимание. И я просто взял некоторые. Я не скажу, что они самые основные здесь, но просто я их выбрал сегодня для вот этого завтрака. Вымыслы ненавижу, но закон твой люблю. И он говорит здесь дальше о том, смотрите, сначала он говорит, мы читали о душе, что она не пристану в руке моей. И он говорит, вымыслы человеческие я ненавижу, но закон твой люблю. Он говорит о том, что есть то, что происходит конкретно в моем разуме. Какие-то решения принимаю, какие-то действия, какие-то установки сам себе даю. Например, не служить, не прощать, не помогать, не жертвовать. Но Божье Слово говорит обратное. Поэтому, он говорит, он не отрицает то, что происходит внутри него. Мы не можем впасть в такое состояние, вот что я, да не важно, что происходит. Я четко, ясно понимаю свое состояние, но я свое состояние моментально оцениваю принципами Божьего Слова. Молюсь сегодня о том, и чтобы за церкви, за нас, за всех, за братьев, сестер, чтобы мы все-таки делали выводы не на основании того, что я чувствую, на основании того, что происходит, а на основании того, к чему меня руководствует Божье Слово. Да благословит на все Господи жить на основании Писания. Иисус сказал, если вы любите меня, вы будете любить Слово Мое. Это значит, что если мы говорим о том, что мы любим Христа, мы однозначно очень любим Его Слово. Это значит, не то, что я прям люблю читать Его, это значит, я принимаю решение жить по Божьему Слову. Не всегда лекарства кажутся приятными и вкусными, приятными на вкус и на ощущения. Но иногда мы лекарства принимаем, потому что это необходимо. То же самое мы говорим, что мы любим лекарства. Это что значит? Это значит, я понимаю, что от него эффект будет какой-то. Сегодня я читаю Божье Слово. Может быть, мне не охота его читать, и оно мне может быть неприятное, но от него будет эффект намного сильнее, потому что Слово Божье, оно пришло из вечности далекой. Сам Бог, являясь Божьим Словом, Христос, Он был воплощен, и мы сегодня имеем Христа как воплощенное Божье Слово. Имеем 66 книг Нового Ветхого Завета, как канон церковный, как написанное Божье Слово. И мы можем не иметь к нему какого-то эмоциональной привязанности, но мы понимаем, как зрелые христиане. Мы любим Его, это Слово. Почему? Потому что это Слово, оно ведет нас к водам тихим. Это Слово, оно нас успокаивает. Это Слово нас корректирует. Давайте будем здравомыслящими, давайте будем трезвыми, вникать в себя и в обучение, и да благословит на всех Господь. Мы молимся за вас. С вами был город Томск, пастор Константин, Томский христианский центр. Аминь.